Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. Сегодня мы с вами гадаем на замечательную тему, чего вы добьетесь в 2022 году. И участвовать у нас будут три колоды. Первая колода это у нас Таро Вокс Аркана. Вторая колода это Оракул Мудрости. И третья колода это Магическая Сила Камней. Вот такие три колоды. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. И также хочу сказать, что вы можете погадать на любой год, не обязательно до 2022. У нас будет четыре позиции. Сначала по одной карте на Таро, а потом мы их будем обязательно докладывать. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на наш канал Школа Таро Альвиен. Перейдите на главную страницу канала и вы найдете список самых популярных видео на любой вкус. Вы найдете видео на любую тему, также в плейлистах. Это плейлисты, там есть гадания на любовь, работа, финансы, здоровье, ваша судьба, советы высших сил и многие другие. Обязательно все посмотрите. Итак, первая позиция вот такая замечательная елочка, золотая. Вторая позиция у нас будет красная елочка. Третья позиция зеленая елочка. И четвертая позиция будет серебристая елочка. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой-самой первой елочки. А эти остальные я отставляю пока в сторону, на край стола. Итак, давайте посмотрим, чего вы добьетесь. Ну, естественно, основные ваши достижения 2022 года или просто ближайшего года, на который вы хотите погадать. Итак, ну, первая карта суд. Суд, прекрасная карта. Она показывает всегда, что вы добьетесь новой жизни. Конечно, часто карта суд показывает и богатство, и процветание, и выздоровление. Но в целом она несет именно информацию о том, что вы почувствуете свою реабилитацию вот именно всех сфер жизни. То есть, когда вы чувствуете реабилитацию в собственных глазах, в глазах окружающих, восстановление, допустим, вашего уровня жизни, улучшение вашего уровня жизни или глобальные перемены, такие как переезд, восстановление на работе. Допустим, вы там три года были в декрете, да? А потом, значит, здоровье, восстановление здоровья, исцеление, восстановление жизненных сил, энергии. То есть, реабилитация во всем. Ангел трубит, и мертвые встают из могил. Тут то же самое, высшие силы трубят, да, и вы восстаете и по-новому смотрите на этот мир, и мир вам улыбается. То есть, все в жизни улучшается, все сферы. Ну, давайте посмотрим все-таки остальные карты, что нам еще скажут карты. Потому что суд, конечно, это для начала расклада самая хорошая карта. Она говорит о великих достижениях в ближайший год. Тут Демитка у меня бегает. Двойка кубков, конечно же, это отражение, да? То есть, ваша вторая половинка. Явно в 2022 году вашим достижением будет сильное улучшение личных, любовных отношений. Многие сейчас скажут, я 20 лет в браке, там, или 10, какое улучшение отношений. Ну, в любом случае, человек для вас будет явным дополнением. То есть, неважно, находитесь вы в отношениях, не находитесь вы в отношениях. Двойка кубков говорит о поддержке, о том, что люди в хорошем союзе, о том, что они могут помогать друг другу, чтить друг друга, улыбаться друг другу и подставлять плечо в любых трудных ситуациях, несмотря, выгодно им это или не выгодно. Часто это, когда ты видишь в человеке свое отражение, то есть, когда ты понимаешь, насколько этот человек гармонирует с тобой, насколько он отражает все аспекты твоего внутреннего состояния и насколько он помогает тебе понять себя лучше. И, конечно, ты чувствуешь, вот моя вторая половинка. Даже, ну, пусть это на время будет, пусть это не навсегда, но ты сейчас ощущаешь этого человека как свою вторую половинку, свое отражение. И это будет для вас достижением найти гармонию с кем-то. Карта мага, я творю свою реальность. У вас действительно хорошие карты. Год для вас будет очень-очень хорошим. И достижения вашего года, да, чего вы добьетесь в 2022 году, тоже будут великими. Именно великий прорыв к улучшениям во всех сферах жизни. А это значит, что вы уже поняли, как вы хотите жить. Вы поняли, кто вы. Вы поняли, как создать свою реальность с помощью силы мысли в первую очередь. Вы хотите позволить себе все, о чем вы мечтаете. И с этого и нужно начинать. Я всегда об этом говорю на своих каких-то тренингах, на своих каких-то консультациях. Я всегда говорю, ну, хотя бы позволь себе быть счастливым. Позволь себе иметь, что бы то ни было. Мы сегодня с вами на другом раскладе это разбирали. Что вот никогда бы ты не подумал, что у тебя может быть свой самолет. Да, ну, позволь себе прямо сейчас самолет. Иметь самолет. Позволь себе это, не бойся ничего. И, ну, позволь себе иметь это платье. Позволь себе иметь эту шубу, эту машину. Вот я хочу прямо сейчас BMW X6. Я хочу и все. Я знаю, что я не могу купить этот автомобиль. Но я позволяю себе мысленно его. Мысленно я позволяю себе BMW. Мысленно я позволяю себе Mercedes. Infiniti. Что угодно. Я позволяю. И с этого начнется ваша карта мага. То есть, с того, что я повелеваю быть. Я повелеваю своим желанием исполниться. У вас этот год очень продуктивный. Вы можете стать настоящим хозяином этой жизни. Полностью реабилитироваться в глазах окружающих. Найти вторую половинку и создать ту реальность, которая вам нужна. И позволить себе все, что угодно. Вот просто все, что я хочу. Все, что угодно. Мне, моей душе. Все, что моя душа желает. Хотите развития. Хотите читать лекции. Вы будете читать лекции в будущем. Хотите стать учителем для многих. Вы будете учителем для многих. Хотите стать космоэнергетом. Станете. То есть, понимаете, главное понять, чего ты хочешь. А ты понимаешь. Такое чувство, что я разговариваю с человеком по первой позиции, который реально понимает. Вот уже знает, чего хочет. Уже хотя бы знает. И я чувствую, что раз вы точно знаете, конечно, вы уже на полпути к тому, чтобы это реализовать. Хорошо. Давайте посмотрим наш мудрый оракул. Он же мудрый. Он же знает, чего сказать. Какие у вас... Чего вы добьетесь в 2022 году? Давайте посмотрим. Хм. Карта дыхания. Она дышит. Ну, вздохнуть полной грудью. Да? То есть, чего вы добьетесь? Вы вздохнете полной грудью. Вы поймете эту жизнь. Вы вздохнете. Вы вздохнете вселенную в себя. Вы вздохнете Бога. Вы знаете, эта карта, она показывает действительно наполнение жизнью. И полную проработку чакр, энергополя. Может быть, духовную практику. Практику самого по себе дыхания. Есть очень много разных практик дыхания, которые оздоравливают организм на 100%. И они работают. Это проверено временем. Лишь бы занимался человек. Вообще работает все. И лишь бы ты этим занимался. Да? Лишь бы ты это делал. Вам будет доступно глубокое знание. Именно глубокое знание. Значит, вы что-то изучите досконально в течение года. И разберетесь в каком-то аспекте не просто вашей жизни, а может быть, какого-то дела, бизнеса. Настолько досконально, что это вам будет приносить доход. Причем не шуточный. А может быть, вы действительно, ну вот как я выше говорила, да? Как говорят, твои слова до Бога в уши. Будете, правда, какие-то вести лекции, конференции, обучение. Вот делиться, может быть, с людьми знаниями. Оттуда идет глубокое знание. Развилка. Вам придется сделать выбор, куда дальше идти. И, соответственно, это тоже будет вашим каким-то достижением. Этого вы тоже добьетесь, чтобы сделать свой выбор окончательно. Да, вы обретете глубокое знание. Вы обретете полное дыхание. И вы поймете, куда вам дальше. И сделайте уже этот выбор окончательно, бесповоротно в 2022 году. И действительно обретаете силу. Это для вас будет невероятно хороший год. Невероятно хороший. Вы даже не представляете, насколько. Здесь уже не будет столько потерь, сколько раньше. Поверьте мне. Так, смотрим теперь магическую силу камней. Что там скажет карта? Что скажет камень или минерал? У вас выпало тигровое железо. Ну, в первую очередь, конечно, оно сообщает, что вот то, что вы в себе держали, вот всякие какие-то идеи. То, что вы даже не могли обрести вот в голове форму. Вы это все обретете форму, так скажем, да. И начнете воплощать в жизнь. Вот какие-то ваши творческие идеи. Может быть, проекты. Вы все это сделаете реальностью. Понимаете, то, что просто было идеей в 2022 году, это станет реальным. Более того, ну, по сути, вы духовный человек. И у вас в духовности появится физический опыт. Именно в 2022 году, когда ты будешь на физике осознавать свою духовность. И даже познаешь чудеса какие-то на физике. То, о чем ты только мечтал, да. Вот именно увидеть чудо в реальности. Упс, извиняюсь, будильник. Сори. Также могу сказать, что, конечно же, это карта чувственности. Она показывает, что у вас будет больше даже каких-то чувственных отношений. Может быть, развитие, ну, как сказать, практики танкры, например. Или просто развитие вашего обаяния, харизмы. Вы ощутите свой шарм. Вы поймете, как его применять так, чтобы это не выглядело вулигарно. Конечно же, карта явно показывает, что вы и проявите жизнеспособность, и какую-то напористость, да. И, конечно же, вы посреди вот этой мирской суматохи найдете все равно свой мир, да, свое равновесие. И вы поймете, что вы можете быть гармоничны с этим миром. Вот что самое главное. И, конечно, с этого начнется ваша настоящая жизнь. Вот такая позиция номер один. А мы перейдем к позиции номер два. Чего вы добьетесь в 2022 году? Наша красная елка. Давайте посмотрим. Первая карта у нас – это пятерка жезлов, да. Вы добьетесь все-таки победы в какой-то борьбе. Именно победы. Вы будете настоящим героем. Тот, кто победил свои трудности, какие-то проблемы, каких-то конкурентов, может быть, непонятных врагов, людей. Ну и, естественно, вы добьетесь того, чтобы вот отстоять свое мнение, свое право на что бы то ни было. Любые там суды по этой карте будут выиграны. Любые проблемы, связанные именно с соперничеством, они будут устранены, да. А все ваши враги падут в битве на поле брани. Хорошо. Смотрим дальше. Чего вы еще добьетесь в 2022 году? Десятка жезлов показывает, что много было трудностей до этого, и вы будете возрождаться, как птица феникс из пепла, потому что трудности додавили вас в какой-то момент жизни до такой степени, что вы даже не видели выхода уже из положения. Но в 2022 году вы обретаете новую силу, видите, какой сильный человек, да, он на себе прям тянет, и он знает, что он возродится, все равно возродится. Поэтому вы обретаете новую силу, да, в 2022 году и преодолеваете любые трудности, любые неприятности. Вы возите весь этот огромный обоз с вашими, там, проблемами в новый мир, да, где они решаются по щелчку. Хорошо, карта Иерофант показывает, что, возможно, в 2022 году вы все-таки найдете своего духовного учителя, гуру или святого, который вас благословит, а также, может быть, сами станете для кого-то учителем, да, учителем. Который преподаст урок и расскажет, как людям лучше жить и действовать, основываясь на своем духовном опыте. Конечно, Иерофант показывает, что вы чаще будете в 2022 году встречаться с бескорыстными людьми, которые не хотят от вас получить какой-то выгоды, обретете настоящих друзей. И все-таки какую-то обитель, да, это называется обитель. Или, может быть, какой-то коллектив, который будет к вам относиться довольно ровно и хорошо, без всяких там конкуренций, например, внутри этого коллектива. Или без подгрызаний. Может быть, это будет новая работа, но для вас довольно хорошая, где вы сочетаетесь с коллективом и все помогают друг другу и живут мирно и хорошо. Так, смотрим. Карта благословенный показывает, что вас благословят высшие силы на Новый год, на 2022 год. И вы будете весь год жить с благословением высших сил. Да, будет борьба, да, будет, допустим, много преодолено, да, и решены всякие проблемы. Но именно вас высшие силы благословляют. И они говорят, что вам еще жить и жить, и вам еще много чего нужно сделать для людей. Конечно, благословение – это очень важно, когда ты благословлен. Так, обмен подарками. Ну, что могу тут сказать? У вас будет с кем-то обмен подарками в 2022 году. Вы для кого-то что-то сделаете хорошее, и кто-то что-то вам подарит, а? Ну, естественно, эта карта романтичная, очень романтичная. Она показывает, что рядом у вас будут какие-то прекрасные люди или очень любящий вас человек, с которым вы обменяетесь не просто подарками, а именно чувствами друг к другу. И, соответственно, это такой знак для вас, что есть кто-то, кто поддерживает вас, и кто-то, кто любит вас. И вы в одиночестве в 2022 году явно не остаетесь, да? Хорошо. Ну, и подарки вам будут, это факт. Неоканчиваемая какая-то симфония, да? Та симфония, которая никогда не закончится. Это музыка нашей жизни и музыка нашей души. Ну, я это так все-таки вижу. Карта хорошая, она показывает, что вы услышите Вселенную, вы услышите музыку этой Вселенной, вы погрузитесь в какое-то творчество, вы поймете, что ваша фантазия безгранична, и сможете создать какой-то именно творческий проект в 2022 году, который будет работать на вас. И, соответственно, вы сможете стать более духотворенным и богатым, не обязательно в материальном плане, человеком, которого ценят люди в обществе высшем, да, где ценится именно искусство, культура. Естественно, вы тот, кто может прославиться благодаря этой карте, да, и показать свои таланты миру, явить их миру, и мир оценит это все дело. Вообще интересная позиция, да, борьбы, прорыва, обретения духовных учителей, хорошего коллектива, второй половинки и реализации в творчестве. Я вот так это вижу в 2022 году. Хорошо, давайте посмотрим магическая сила камней, что скажет. Прям интересно стало. Ух ты, янтарь! Янтарь – это камень моего края, да, там, где я живу, Калининградская область. Здесь, естественно, янтарь на первом месте, то, что добывается, то, чего очень много. Итак, у вас в 2022 году, вот карта почему показала янтарь именно, потому что будет очень много спокойствия. Вот действительно, опять же, вы найдете себя в чем-то, свое место, свою нишу в мире, да, но и у вас будет очищение, то есть это камень, который отталкивает все виды негатива и черной магии и злости других. И вы будете светиться так, что, ну, с этим солнечным янтарным светом, что любой, кто попытается хоть даже чуть-чуть подумать про вас плохо, а сразу же получит этим светом по голове и станет сам тоже добрее некуда. Естественно, янтарь говорит о том, что вы как будто бы живете с проблемой и все время от нее в напряжении находитесь. Естественно, эта проблема вызывает и разногласия в вашей жизни. И это все равно когда-то назреет, ну, не знаю, как фурункул, да, до того, что, ну, будет кульминация, понимаете, взрыв. И, соответственно, вам нужно будет оставаться в спокойствии, чтобы, ну, может быть, быть в равновесии, когда вокруг хаос, да. И, соответственно, этот хаос, он будет вращаться, вращаться вокруг вас, а вы в середине. И вы, наконец, понимаете свою связь с Богом, со Вселенной и говорите «стоп». И весь этот хаос просто падает вниз, и все ваши проблемы исчезают. Просто потому, что вы в середине хаоса поняли свое равновесие, да. Конечно, вы будете понимать других людей больше, чем сейчас. Вы начнете входить, у вас даже эмпатия больше будет, да, какая-то эмпатия. Входить в ситуации, в положение других людей. Конечно же, ну, так скажем, этот камень, он всегда показывает некую креативность человека. Его, вот как я говорила, вы в талант в чем-то, да, его изобретательность, креативность, необычные идеи. Вот благодаря этим идеям янтарь несет невероятное богатство человеку. Поэтому он сразу говорит, что чего вы добьетесь в 22 году? Богатство. Но благодаря чему? Вашим идеям, креативности и необычности, неординарности вашей. Ну, вот такая позиция номер два. А мы идем дальше. Третья позиция – зеленая елочка. Чего вы добьетесь в 22 году? Давайте посмотрим. Девятка кубков. Ну, девятка кубков – прекрасная карта. Чего вы добьетесь? Процветание, благосостояние и жизненного комфорта. А также, ну, скорее всего, очень сильного улучшения внешности. Внешности в 22 году. Люди стареют, это правда. Но иногда за год ты становишься гораздо красивее, чем в прошлом году, просто потому что ты над этим поработал. Кто-то может за год схуднуть килограмм на 40. Вы же знаете это. Поэтому здесь явно идет улучшение внешнего вида, улучшение материального положения, жизнь в удовольствии, в благости, исполнение какого-то заветного желания. Это невероятная карта. Она часто используется даже для того, чтобы исполнить какое-то желание. Поэтому она как джин из бутылки бух и выпала в третью позицию. И вы добьетесь очень многого, конечно, жизненного комфорта, лоска. Прекрасная карта. Хорошо, жрица. Но иногда, видите, вас люди будут воспринимать, как будто вы настоящий волшебник или волшебница. Почему? Потому что они видят, что вы добились процветания полнейшего. И вместо того, чтобы постареть, вы вдруг стали выглядеть моложе. Что к чему? Ну, это колдовство однозначно. Ведьма? Ведьма. Так вот, жрица показывает за год очень хороший прорыв в плане изучения дисциплин углубленного, изучения колдовства или эзотерики и восприятия людей. То есть, да, действительно, твоё жизненное положение улучшилось благодаря какой-то магии. Как так? То есть, намекает карта, что люди так будут думать про вас. Но вам-то это на руку. Вы для них будете абсолютно магическим существом, у которого есть чему поучиться. А на самом деле это всего лишь сила воли плюс характер и, естественно, наши невероятные благоприятные деньги, которые вы заработаете тоже своим трудом. Просто люди об этом не будут догадываться, они будут видеть только результаты. Как вы помолодели, похорошели, разбогатели. Ну, флаким в руки, как говорится. Главное, что у вас всё это будет. Хорошо, смотрим следующую карту. А следующая карта – влюблённые. Ну, как же так, если вы стали красивее и богаче, почему бы вам не обрести свою любовь? В чём проблема, говорят карты? Да ни в чём. Как раз-таки это следующее достижение. За 22-й год вы обретёте человека по сердцу или свой путь сердца. Влюблённые не всегда означает пару, не всегда означает любовь. Иногда это невероятные альянсы. Допустим, в работе хорошее построение карьеры в тандеме с кем-то или бизнесом. И просто занятие по душе, когда тебе очень нравится заниматься тем, чем ты занимаешься. И ты радуешься и кайфуешь от того, что ты делаешь. Особенно, когда тебе удаётся хорошо заработать от того, что ты просто радуешься тому, что тебе нравится. Ну, я считаю, что это прекрасно, вы можете даже прославиться. Однако, однако, сама по себе карта часто говорит об отношениях. Если вдруг вы мечтаете о любви, и ваше улучшение внешнего вида сразу же будет способствовать тому, что вас приберут к прекрасным рукам. И скажут, ну, раз вы так хорошо выглядите и так хорошо зарабатываете, мы вам очень подходим. Но, однако, никогда не бывает корысти в карте влюблённые. Я просто так сказала, что ты больше привлекаешь людей высокого уровня. Но это не значит, что они с тобой общаются из-за корысти. Они действительно кинутся на то, как вы изменились. Да, мы меняемся и привлекаем совершенно другие слои людей к себе. Это нормально и хорошо, я считаю. Это достойно. И это не значит, что они из корысти это сделали. Они просто вас раньше не видели. Просто они там не ходили. А там, где вы начали ходить, они там тоже ходят. Вот и всё. Это ничего такого плохого нет в виду там, да? Хорошо. Чего вы ещё достигнете, чего добьётесь? Давайте смотреть. Ну, почисти здесь уже. Почисти здесь. У вас будет полное очищение, конечно. Вы вычистите свою жизнь от неких плохих вещей, да? Будет полная чистка вашей ауры, энергетики и окружающего пространства. Может быть, вы за 22-й год ещё и выкинете весь хлам. Но почему нет? Почисти здесь, и всё пройдёт. И всё будет классно. Хорошо. Так. Ну, конечно, давай беги дистанцию. Проходи её. Вы пройдёте дистанцию самым первым. Вы будете победителем среди многих. Вы обойдёте своих конкурентов, да? И более того, конечно, эта карта часто показывает... Ну, вот, допустим, бег на дистанцию. Это значит, что вы будете действовать быстрее других настолько, что вас оценят как можно выше. И вы можете не просто на этом как-то заработать, да? А подниметесь в своих собственных глазах. Скажите, ну, какой я молодец или какая я молодец? То есть, конечно... Ну, вообще, это карта прорыва настоящего в жизни, да? В жизни. И новая жизнь. У вас выпала новая жизнь, чего я вам и желаю. Я считаю, что 22-й год будет неплохой. И мы уже тут все научились, да? Всему в этих условиях жизни. Почему бы ему быть плохим? Он будет хороший. Для многих хороший. Вот для вас точно. Хорошо. Новая жизнь — это прекрасно. Это новое дело. Это новое я или новый я. Новые отношения. Новый бизнес. Новый город. Новая страна. Новые люди. Я считаю, что это замечательно. Хорошо. Давайте посмотрим магическую силу камней для вас. Раз уж такая пошла пьянка, режь последний огурец, да? Как говорят. Корнелиан. Замечательный камень. Замечательный. Он говорит о том, что вам 22-й год подарит защиту и исцеление. Он также показывает, вы справитесь с любыми проблемами. Вы, ну, так скажем, обретете, обретете душевный покой, да? Вы получите душевное равновесие. Конечно же, эта карта четко показывает творческий потенциал, активированный в вас. Вы его сможете выразить. Вы выразите свои эмоции через творчество. Вы будете очень энергичным человеком в течение 22-го года. И, конечно же, это принесет вам стабильность. Есть совет по этой карте самовыражаться в любом виде деятельности. Никогда не осуждать себя. Никогда не говорить о себе плохо. И обязательно работать с цветами. Как бы вы это не могли понять, да? То есть у нас бывают цветы, а у нас бывают цвета. Вот что вам больше нравится, с тем и работайте. Но сам факт того, что вот ваша жизнь, она за 22-й год изменится явно только в лучшую сторону. Вы будете благодарны за этот год. Именно благодарны. Вот такая позиция номер 3. А мы идем к позиции номер 4. Чего вы добьетесь? Добьетесь в 22-м году. Серебристая елочка. Давайте смотреть нашу карту. Шестерка жезлов. Победы добьетесь. Победы над своими конкурентами, трудностями, врагами, проблемами, болезнями. Просто победа. Вот победа. В чем у вас сейчас главная проблема? В чем основная? Или может быть в ком? Вы явно победите. Явно жизнь ваша станет совершенно другой. Вы взойдете на вершину. Вы будете для многих авторитетом. Вы поведете за собой. Это значит, что можете занимать руководящие посты. И естественно, вас могут назначать со всей ответственностью, без всяких проблем, без страха. Потому что у вас хорошая карма в этом плане, наработанная с прошлых жизней. Хороший опыт жизненный. Что вы можете быть справедливым руководителем. Не издеваться над людьми. Хорошо. Смотрим еще, чего вы добьетесь в 2022 году. Шестерка мечей. Вы куда-то уедете. Уедете или переедете. Или будет много путешествий в разные страны. Я считаю, это прекрасно. Когда ты можешь путешествовать. Когда ты можешь себе позволить. И когда ты не боишься путешествовать. Вы знаете, что многие люди имеют деньги. И имеют все. Но они не могут себе позволить путешествовать. Потому что они боятся. Боятся куда-то полететь, поехать на дальние расстояния. Боятся климата. Боятся перелетов. Боятся людей других. Инфекций. Чего только они не боятся. Понимаете? И соответственно, они, даже имея силу в деньгах, на том месте, в котором они живут. Они имеют слабость в жизни. Это, как говорится, слабые люди духом. А вы настоящий искатель приключений. Вы можете собраться и переехать. Или поехать куда-то. Или вообще жить в другой стране. Вы можете. У вас есть для этого порох в пороховницах. И, конечно, 22-й год. Вы даже будете этим гордиться. Он ознаменуется тем, что вы куда-то или уедете, или переедете. Хорошо. Переход у вас явно идет. Может быть, это, кстати, в связи с предложением руководящей должности. Переход на другую работу. Тоже вариант. Смотрим следующую карту. Туз Пентаклей. Прекрасная карта. Богатство. Процветание. И как будто бы Бог целует вас прямо сейчас в самую макушку. И говорит, ну, у тебя-то точно все получится в 22-м году. Ты не просто разбогатеешь. Тебе придет великое счастье, слава и почет. Ты поднимешься вверх по социальной лестнице. У тебя будет сильный подъем в финансах за год. У тебя, может быть, будет свой новый бизнес интересный. Может быть, связан как раз таки с путешествиями. Но вот ты куда-то едешь, а там находишь целый Туз Пентаклей. Его протягивают тебе с неба. И ты радуешься и купаешься в его золотых лучах. Туз Пентаклей. Это настоящий талисман удачи, успеха на весь год. Конечно, вам будет весь год фартить и вести. Даже вам покажется, допустим, безвыходное положение. Но фортуна, удача на вашей стороне. И вы в любом случае выкручиваетесь. Понимаете? Конечно, это также карта иногда исцеления физического тела или исцеления души от каких-то травм, переживаний. То, что казалось неисцелимым, неизлечимым, поддастся. Поддастся, потому что есть на свете нечто большее, чем просто таблетки. Хорошо, смотрим дальше. Что скажет оракул мудрости? Наш мудрый оракул. Что он скажет? Ну, конечно же. Это ваша карта, ваша. Я тебя чувствовала, карта регенерации. Она показывает восстановление из пепла. Вот как бы всё сгорело. Всё дотла вокруг сгорело, а росточек остался. Он очень хотел жить. Он очень хотел быть. Он очень хотел реабилитироваться. Он хотел этой жизни. Знаете, когда человек хочет жить, он будет жить. Он будет жить, несмотря ни на что. Он будет стараться прорасти даже сквозь вот этот вот горячий вулкан и пепел. И сквозь раскалённую землю, сквозь раскалённую лаву, сквозь пожарища. Он прорастёт сквозь асфальт и сквозь что угодно. Потому что он хочет. У него есть желание. И вот у вас идёт такая жизненная регенерация, восстановление за год. Вы знаете. Интересно. Может, вас и потрепало, да? Видите, высшая сила. Высшая сила вам выпала. Высшие силы вас благословляют. Высшие силы вас оберегают. Они хотят, чтобы вы жили, были. Чтобы у вас всё было прекрасно. И, естественно, вы наполняетесь высшей силой. Вы наполняетесь энергией добра и процветания сейчас. Вы исцеляете своё энергополе. Оно у вас было пробито, заштопано, да? А потом потихоньку оно восстановится. И вы почувствуете в себе эту силу, почувствуете эту энергию за год. Хорошо. И последняя карта. Равновесие, да? Уравновешенность. То есть вы поймёте, что нервная система восстанавливается. И идёт стабильность в жизни. Может быть, стабильный доход. И, соответственно, вы будете чувствовать себя очень неровно в итоге. Будете чувствовать себя даже окрылённым от того, что вы можете быть спокойным и в равновесии. Мне кажется, это очень важно для человека быть в равновесии. Чувствовать этот мир. Ощущать его поддержку. Хорошо. Смотрим магическую силу камней. Вам выпал крокаид. Ха! Какая интересная карта. Она показывает, что вам в жизни идёт глобальная перемена. Скоро наступит новый этап в вашей жизни. И, конечно же, у вас проявятся и творческие возможности. И у вас будут новые знакомства. Совершенно новые люди придут в вашу жизнь. И встречи с этими новыми людьми, они вас невероятно вдохновят. Они изменят вашу жизнь к лучшему. У вас будет больше оптимизма благодаря этим людям. Благодаря общению с ними. Они вас прям зарядят энергией. Конечно же, вы будете более чувствительным человеком. Можете понимать людей больше. И общаться вам придётся в течение года очень много. Вы прям переберёте целую кучу разных людей. Понимаете? У вас будет очень активный год в этом плане. Именно из-за того, что вы встретите множество новых знакомых. Конечно же, вы можете смотреть на этот мир иначе, чем эти люди. И вам придётся свыкаться с их взглядами, с их менталитетом и пытаться их понять. И это будет невероятно иногда сложно. Но вы будете изучать, и вам будет всё равно интересно. Конечно, это карта глобальных перемен. И она показывает, что да, это год перемен для вас. Именно год перемен. Но эти перемены вам нужны как воздух. Вот такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Школа Тару Альвиен. Всем пока и до новых встреч.